Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря отчетов не меньше, чем вчера. В 8.00 по GMT ждем заседания ОПЕК, поэтому готовимся к волатильности на рынке нефти. В 10.00 по GMT данные по инфляции в еврозоне очень важный показатель, учитывая, что динамика евро в последнее время и в целом евро остается под давлением, поскольку трейдеры теперь считают, что европейский центральный банк скорее раньше начнет снижать ключевую процентную ставку. Поэтому если мы сегодня получим еще одно свидетельство ослабления инфляционного давления, то, может быть, стоит признать, что Лагард оказалась права в наличии и сохранении тенденции устойчивого ослабления инфляции, что позволит регулятору перейти к смягчению экономической политики, может быть, уже в начале второго квартала. В 12.00 по GMT ключевое событие сегодняшнего дня – это заседание Банка Англии. На данный момент пара фунт-доллар топчется в районе отметки 1.27, но фактически котировки 1.26.80. Даже несмотря на рост американского доллара в ходе вчерашней торговой сессии, фунт остается относительно стабильным. И я надеюсь, что сегодня определенные расклады развития событий при определенной поддержке риторики главы Банка Англии Эндрю Бейли, этот фонд сможет оживить интерес к фунту и помочь всем тем покупателям, которые долго находятся в этой валютной паре и ждут то, что пара фунт-доллар превысит отметку 1.28. В 12.30 через полчаса после того, как будут оглашены решения по ключевой процентной ставке, состоится пресс-конференция главы британского регулятора Эндрю Бейли. В 13.30 по GMT ждем отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США и замыкать торговую сессию будет отчет АИСМ производственного сектора. Важный показатель, пожалуй, самый важный, который дает объективную оценку состояния именно производственного сектора и промышленности. Скучать не придется, друзья, поэтому настраиваемся на хорошие движения, контролируем риски, как и всегда. Несмотря на то, что мы можем быть очень уверены в том, что рынок должен повести себя определенным образом, всегда иметь в виду, что это не значит, что рынок поведет себя именно так. И вполне возможны какие-то интересные движения против даже фундаментального фона. Вот, к примеру, сегодня можем начать с рынка нефти, текущей котировки 80.81. Ранее я уже подчеркивал, насколько сейчас неоднозначно торговать этим активом, потому что очень часто нефть или практически всегда за последние несколько месяцев ведет себя крайне нелогично. И вот, казалось бы, в текущих условиях, когда мы видим очень оптимистичный прогноз Международного валютного фонда, где прям четко прописано, что аналитики МВФ допускают сохранение или видят, подчеркивают признаки роста китайской экономики, даже несмотря на кризисы на рынке недвижимости. Прогноз улучшен, аргументирована точка зрения тем, что инфляция снижается динамичнее, чем ожидали ранее эксперты в Англии, в Еврозоне и в США. И это, в конечном счете, позволит регуляторам перейти к смягчению национальной монетарной политики и окажет такое благоприятное воздействие на глобальные темпы экономического роста. Геополитические риски, которые никуда не делись, то, что мы вчера с вами не остановились детально на этом событии и на этом новостном факторе и сегодня, собственно, этого не будем делать. Это не значит то, что конфликт Палестины-Израильский закончился, а проблемы в Красном море связаны с блокадом, по сути, морской магистрали из-за участившихся нападений еминских уситов. Это событие, которое не в прошлом. Это все реальность, друзья. Ничего не меняется. При этом данные риски сейчас тоже почему-то стали игнорироваться. Заседание ОПЕК сегодня. Я не думаю, что планы по добыче изменят, но, скорее всего, будут даны, возможно, оптимистичные оценки спроса на нефть. В этом крайне сейчас нуждаются в том числе и представители всего ближневосточного картеля, потому что им нужно оживить интерес к нефтянке и подтолкнуть цены вверх. Вместо того, чтобы на этом фоне сейчас нефть росла, мы видим то, что цены снижаются и рыночный сантимент указывает на то, что, скорее всего, снижение продолжится. Мне не очень нравится работать с таким неоднозначным фоном, поэтому я предпочитаю пока что в нефть не лезть и вам тоже не рекомендую. Индекс доллара 103.38. Постепенное, последовательное, монотонное восходящее движение. Я думаю, эта тенденция сохранится. Но поскольку индекс доллара ведет себя довольно вяло, у нас есть возможность фокусироваться на других финансовых инструментах, что мы, собственно, и делаем. Ну а касательно американской валюты, вчерашние итоги заседания Федрезерва, ставка, разумеется, на прежнем уровне. Ничего нового Паул не сказал. То, что основная задача Федрезерва – это борьба с инфляцией, достигнут значительный прогресс в снижении инфляции, но пока нет еще четкой уверенности в том, что эта тенденция носит устойчивый характер. Очень много говорилось о рисках, в том числе связанных с нарушенными цепочками поставок из-за проблем с логистикой в Красном море. Это мы знаем, да, действительно разгоняет инфляцию. Ну, может быть, Паул специально делал на этот акцент, потому что ему нужно было оправдать свой аргумент относительно сохраняющихся рисков раскручивания. инфляции. Ну, он, собственно, это и сделал. Выжидательная позиция для американского регулятора остается в приоритете и конкретный комментарий, что повышение ставки в марте маловероятно. Это далеко не базовый сценарий. На этом фоне, собственно, вероятность снижения ставки, точнее, в марте оказалась на еще более низких уровнях. Мы делаем вывод об этом на основании инструментов AdWords Tool. Сейчас он оценивает вероятность в 35%. Ставку, друзья, не снизит. Поэтому доллар продолжит постепенно расти. И следующая цель 104 пункта. Золото 2046 долларов за трость к унусу. Максимум был 2056. То есть первая цель сделана. Но я рекомендую сохранять длинные позиции. Тем более, что из-за определенных негативных новостей из банковского сектора США, когда вчера обвалились акции Банкор почти на 40%, все снова вспомнили о возможном кризисе банковского сектора со всеми утекающими отсюда последствиями в виде очереды дефолтов. Эту тему будем обсуждать и дальше. Что же там произошло и будет ли какая-то цепная реакция. Но в моменте мы увидели ажиотажный спрос на защитные инструменты, в том числе и трежерис дополнительно провалились. Сейчас это уже 3,93% и доходность десятилеток. И это оказывает еще большую поддержку золоту. Ждем 2060-2070. Американский фондовый рынок 4883 пункта. Вчера коррекция опять же на этих же новостях. Но оптимизм на рынке все-таки должен, на мой взгляд, сохраниться из-за снижения доходности трежерис, из-за сильного сезона квартальных отчетов. И я еще жду сюрпризы от данных по Non-Farm Perils, которые выйдут завтра, которые могут оказать доп. поддержку всей американской фонде. Поэтому сценарий роста до 5000 остается актуальной. Доллар иена 146,77. Ожидания восстановления пары также актуальны. Последние данные по роничным продажам промышленного производства Японии доказали тот факт, что с экономикой сейчас все не так идеально, как было еще в середине прошлого года. Роничные продажи доказывают ослабление инфляции без устойчивого роста инфляции или хотя бы признаков усиления инфляционного давления Банк Японии не будет корректировать текущий вектор денежно-кредитной политики. Поэтому здесь все эти прежние аргументы остаются в силе. Мягкая политика Банка Японии, жесткая политика уже Федрезерва. И путь вверх открыт. Евро оказался под давлением 1,08-0,5 текущей котировки. В принципе, снижение было обусловлено укреплением курса доллара и ожиданием того, что Европейский Центральный Банк скоро согласует первое снижение процентной ставки. Сегодня ждем данные по инфляции. Ожидается снижение показателя в годовом выражении с 2,9 до 2,8%. Базовая инфляция может снизиться с 3,4 до 3,2%. Если прогнозы окажутся верными и фактические цифры будут примерно такими же, то пара евро-доллар точно закроет текущую торговую сессию ниже отметки 1,08. От фунта, напротив, ждем восходящей динамики. Если уж Федрезерв решил придерживаться жесткой риторики, то Эндрю Бейли, который возглавляет Банк Англии, у него нет возможности говорить о прогрессе с инфляцией, о том, что в какой-то среднесрочной перспективе удастся достигнуть целевых показателей. Потому что она на очень высоких значениях, и придется убеждать рынок в том, что все находится под контролем. Поэтому самое важное, что нужно делать сейчас, это сохранять высокие процентные ставки. Я думаю, что это же вид интерес к британской валюте. И доллар-канадец 1,3436, вышли сильные данные по ВВП Канады, 0,2% рост против прогноза 0,1%. Мы почти достали до нашей каткосрочной цели 1,3350, лоу был 1,3358. Но вот сейчас пара откатила. Буду пока что делать больше акцент на то, что канадский доллар имеет фундаментальные факторы роста внутренние. И также допускает то, что и рынок нефти может при определенном развитии событий, например, после сегодняшних итогов заседания, показать восходящую динамику, и, разумеется, оказать еще больше поддержку именно канадскому доллару. Друзья, собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok